так ну а сейчас направляемся на стенд lemax конечно я уже сергея уварова вижу но мы наверное а мы наверное тебе и озадачим расскажи нам о стенде о новинках и так далее ты держишь имеет меньший диаметр дымогарной доски вот трубы сами дымогарные жаротрубный пучок имеет меньший диаметр является более металлоемким и соответственно жаротрубных жаротрубных пучков самих намного больше то есть мы его наверно все таки актуально можно поднести показано это что вы видели отличие то есть что мы достигли мы достигли фактического кпд в районе 95 96 процентов вот как следствие температура уходящей газа в районе 95-100 градусов то есть колоссально высокая кпд с которым потребитель сможет экономить фактически на затратах как бы на газ по газовому топливу но тем не менее необходим полноценный организованный дымоход качественный утепленный во всех неотапливаемых участках помещениями мимо которых он проходит и уличная часть насколько я уже просто даже сейчас вижу здесь автоматика новой в принципе есть возможность подключения комнатного термостата либо установки турбонасадки и как следствие отсутствие необходимости в организации системы дымоудаления опять-таки даже при турбонасадке выброс через стену обязательно сэндвича утепленного в месте прохождения опять-таки что не получили исполнение дымохода у нас аналогично котлу премьер как дату премьер с возможностью как вертикального так и горизонтального подключения называется у нас престиж престиж абсолютно ну нпм то мы потом расскажем что это означает так из новинок также конденсационный то есть относительно новинками а он у нас уже пошел серию он уже пошел в серию наше устанавливается в челябинской области много в самарской установлены вот ну собственно раздельные теплообменники вал максовский теплообменник первичный зная что все проходит через тебя как у нас эксплуатация по эксплуатации правильная настройка регулировка то есть неправильная настройка приводила к появлению вибрации на вентиляторе регулировали собственно вибрация уходила при и тут здесь для настройки соответственно у нас нужно газоанализатор используется 848 пневматическая сигма и настраивается же не по давлению конечно нужно стремиться к тем котлам которые сами нас самонастраиваешься это следующий этап но у вас процесс идет быстро вы только показали потом уже серия поэтому надеемся что это будет быстро я так понимаю у нас серию пошел атмосферный котел верно атмосферный аж о большой популярностью стал пользоваться здесь он представлен под бак косвенного нагрева довольно огромное количество продается даже по сравнению с праймом в эту прям понравилось облюбовали вот ну и собственно атмосферный максимально постарались обеспечить приток воздуха как можно большее количество прорези сделать собственно верхнюю часть освободили для забора воздуха характерно датчик перегрева постарались установить максимально близко вентилятора нет присоста то нет трубки пито нет то есть степеней защиты для оплавления нету то есть максимально датчик должен соответствовать снимать температуру ну и я понимаю логика это просто настройки платы это атмосферный турбированный атмосферный турбированный абсолютно верно за плата та же самая нордгазовская те же самые настройки только отсутствие опроса вентилятора информации с присосну я так понял еще одной новинкой стал очень мощный очень мощный до котел это клевера эль 150 и 200 что ключевые особенности какие были изменены его от начала точнее его выхода изначально он шел на нордгазовской плате стояла нордгазовская плата привычная традиционная и стоял делитель который позволял объединить клапана также она была по open thermo но как следствие нехватка функционала протокола open thermo и потребность в модбасовском протоколе в эресовском была замена плата сейчас стоит плата российского производства по протоколу модбас эресовская вот ну и собственно 4 автоматики безопасности устанавливается на 200 котле 3 на 150 котле также к 150 память не изменять 150 как раз на прошлой выставке был представлен на прошлой выставке да и обязательно к 150-му должен быть стабилизатор тяги с выносным датчиком тяги 180 и 200 и подключаются уже без внешнего стабилизатора вот ну и прототип насадки turbo насадки для котлов мощностью в 200 киловатт сейчас она разработана протестирована то есть вопрос серийности будет решаться как бы уж не будем что называется лезть вовнутрь но все-таки просто интересно там какой-то большой вентилятор или все-таки это как-то скомпонованно это идет с дублирующими вентиляторами насколько это будет дача применена то есть два вентилятора и причем они идут подключаемые эти вентиляторы зависимости от фактической мощности котла то есть если котел работает режиме модуляции там на половину мощности задействуется один а второй подключается по выходу уже на максимально интересное решение вот ну и собственно выхода то есть на первых моделях они были вынесены в бока сейчас сделали вверх отлично ну спасибо сергей за рассказ брат был знаком суда и